Мы сотрудники компании Alessand, меня зовут Сергей, меня зовут Грача, мы партнеры компании и занимаемся алгоритмическим трейдингом, и хотим представить вам наш трейдинг-бот, которым мы занимаемся. И у нас сейчас, мы работаем двумя ботами, сейчас у нас работают два бота, я бы хотел вас представить. У нас есть два бота, первый называется альпинист, а второй называется стопер. Я бы хотел рассказать вам про альпиниста, а мой сотрудник расскажет вам про второго бота. Смысл в чем нашего робота? Мы хотим все автоматизировать, чтобы когда нормальный человек должен хоть 8 часов спать, а мы делаем так, чтобы все время оно работает, 24 часа в сутки. И мы так же работаем. У нас, мы берем пары, битко, можно второй маркер сейчас на битушку. Называется, называется альпинист. Что мы делаем? Мы сначала анализируем рынок, смотрим на какую пару мы можем делать трейдинги. И, в основном, мы хотим работать с тем парами, которые больше всего есть волатильность. И, в основном, мы хотим смотреть ситуацию. Но это мы делаем, анализируем. У нас все сотрудники, как бы сказать, сквалифицированные. Все учились на модмоделировании. И, не знаю, многое другое там. И, первое, парампинист. Если вопросы будут, вы задавайте, я отвечу. Мы берем пару биткоин-юэстей. Алексей Катин, выключите звук, пожалуйста. Мы берем пару сейчас биткоин-юэстей. Нам сейчас выгоднее работать с этой парой, потому что сейчас вы видите, что творится с рынком. Все время падает. Чем больше у нас юэстей или юэстей, мы, так сказать, прибыльные у нас. Смысл в чем? Мы, сперва, выбираем пару, ставим, что хотим заработать. В этом случае, каждый свой метод. Кто-то биткоин, кто-то юэстей. Я беру пару биткоин-юэстей и хочу заработать. Друзья, у вас микрофон, я извиняюсь, у тех, кто ведет, выключается. Может быть, это у вас там случайно что-то? Уже вроде бы слышно, если скажете что-то. Сейчас нормально слышно? Сейчас отлично слышно. Просто до этого, ну, внутри функционалом выключался он. То есть, видно, может кто-то пальцем задевал. Может быть. Сейчас, если что, сейчас еще раз скажу. Программа организм. Мы взяли пару биткоин-юэстей и мы хотим заработать биткоины. Мы берем, сперва, когда это все ставили, там у нас алгоритм есть, там у нас все написано. И у нас там есть, как бы сказать, вот такие квадратики, мы там даем коэффициенты, что хотим. Сейчас ставим инвестирование. Хотим, чтобы у нас, не знаю, столько балансов, мы хотим инвестировать x количество. И когда мы даем количество, мы берем, и вторую функцию мы даем range. Так сказать, threshold. Мы даем threshold или rank, и мы даем, мы анализируем сперва, как бы, рынок. Мы даем, не знаю, сейчас 5200, столько курс. Мы даем 5200, ну приблизительно. Сейчас я пока что не смотрел. 5200, 5500 даем. И там у нас есть еще места, где мы много всего вставляем, проценты, сколько мы хотим заработать. Take profit, так сказать. У нас еще есть, так мы называем лямда, где мы даем, сколько хотим экспоненциально делать ставки. И если сейчас 5200, курс если поднимается, оно продает, продает, продает. Потом, когда процент доходит до нашего RR, так сказать, оно берет свой take profit. У нас в этом работает. Мы это создали, потому что мы хотим, мы хотим, как бы, чтобы в 24 часа оно работало. Ну, и одна из этих функций, это чтобы, смысл в том, чтобы мы правильно брали range, и мы в основном правильно брали range, мы анализируем рынок, извините за мой русский язык, он не так уж и развит, но как могу так говорить. И смысл в том, чтобы в этом заработать. И у нас всегда есть, остаются, деньги тоже бывают, в случае чего, если падает рынок, там мы и стоп-глозами работаем, и всякими там работаем, чтобы в случае, если рынок так падает, сейчас оно падает, чтобы компенсировать, как бы сказать, если убытки. Но у нас так, в основном, всегда плаценты наши месячные зарабатывают. Что еще рассказать про лямбда? Ну, лямбда это, берем там коэффициенты, у нас есть, чтобы она, если тут, не знаю, продаю 1 гитпоинт, тут, может быть, 2, потом 4, или я там ставлю коэффициенты, ну, смотря анализы, и как рынок сейчас работа функционирует, так сказать. Хорошо, хорошо договорились. Еще что? Не знаю, если вопросы есть, скажите. Так, да, да, вопросы есть, сейчас один момент, буду зачитывать. Ну, первый вопрос давайте, который сразу есть, планируете ли вы делать робота, который будет торговать на ФИАТе, то есть как на Форексе? Мы сейчас и этим тоже занимаемся. Мой сотрудник сейчас… Гай, подойди на муточку. Что еще рассказать про лямбда? Да. Ну, лямбда – это даем коэффициенты, чтобы она, если тут, не знаю, продаю 1 гитпоинт, тут, может быть, 2, потом 4, или я там ставлю коэффициенты, смотря анализы и как рынок сейчас функционирует, так сказать. Еще что? Не знаю, если вопросы есть, скажите. Да, да, вопросы есть, сейчас один момент, буду зачитывать. Ну, первый вопрос давайте, который сразу есть. Планируете ли вы делать робота, который будет торговать на ФИАТе, то есть как на Форексе? Мы сейчас и этим тоже занимаемся. Мой сотрудник сейчас… Гай, подойди на муточку. Здрасте. Здрасте. Я тот человек, который, в принципе, занимаюсь этими фиатами и фьючерсами и нефтью и всем, чем попало, кроме криптовалют. Потому что там, ну, учитывая то, что историческая дата на крипте формируется еще только-только, а на тех, что касается, скажем, золота, уже рынок сформирован, там и анализ математический немножко разный и подходы разные. Поэтому идет это разное лечение. Сейчас, если вам интересно, я могу рассказать про то, что делаем мы или… Сергей может продолжить… Рассказать, скажем, или ответить на ваши вопросы, мы продолжим потом. Ну, если вы можете ответить хотя бы по срокам примерно и по границам доходности, то этого будет, наверное, на данный момент достаточно. То есть, как работает сам бот, вряд ли кому-то из присутствующих это интересно или кто-то там очень сильно разбирается, что вы понимаете. Там Александр Головкин, это тоже как-то, я буду выбирать. Вот, как вы могли бы… Ну, хотя бы даты какие-то… Ну, идите сюда, сейчас дадите. Да, конечно, могу вам представить эти данные. Сейчас, конечно, устно. Этот робот, как бы, он может приносить, скажем, 35% и приносит он столько прибыли на золоте, но там много технических моментов, которые мы сейчас улаживаем походу, потому что этот робот заработал только-только. Он уже два месяца работает как бы, но это можно назвать только-только, потому что это все технические моменты. Математика там нормальная, то есть 100%. То есть в идеальном случае он идет даже до 40% может доходить, а по факту из-за этих технических моментов он там 17, один месяц 25% в другой месяц приносил. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Обез imported и terrified. Как-то так. Я иду в единую сенсорию не登ton Conversiva. и появляется с помощью государства. đến аниматичные моменты. Я думаю, что это все должны верить. Продолжение следует...